Привет, зритель! Первая мышь, второй день бытия. Я вчера приехала на обеде, что как-то так получилось, что не получилось нигде написать о том, что я сваливаю, ну, только в личку, в команде ребятам, двоим. Короче, я так поняла, что не все мыши, которых он мне показывает, он их жрет. Ну, и здесь какие-нибудь мыши, когда меня нету, а ему хочется ее сожрать, а он поймал. Ну, короче, те, что жри мыши, если ты ее до конца сожрешь, я тебе козьего молочка дам. Вот честно-честно. Не отвлекайся, начальник. Крышу нам, конечно, так и не сделали, потому что у людей другие приоритеты. Ну, и допустим, сейчас это я скажу, вот из предности специально скажу, медик лопать и давать его своим друзьям особого труда не надо. А вот крышу покрыть или хотя бы выполнить хоть одно свое обещание, потому что дом поднять, крышу покрыть обещали еще бабушки при бабушке. А вот и ныне там. А теперь у нас любые отговорки. Лишь бы не делать ничего. Вплоть до живите там где-нибудь, непонятно где. Куда я ведь на гонку-то даже не поставившись. Я сейчас не представляю, о чем люди думают. Вот. Единственный плюс в этой ситуации, что теперь зимой не будет, ну, бывало иногда такое, что зимой люди припрутся, или там весной люди припрутся. Вот в этом году холодильник мыло не я, моя тетя, а так последние лет 10 холодильник мыло я. И знаете, холодильник мыть, после того, как в нем забыли что-то, и оно почти полгода валялось, а и тухло, и от холодильника при этом воняет. Призвонят еще этим протухшим. Ну, так себе удовольствие. Так что, несколько маленьких плюсиков все же есть. Плюс, ну, знаете, бывают люди, которые любят только отдыхать. Вот у нас в этом доме за всю мою жизнь очень много побывало таких людей, которые любят только отдыхать. А когда слышат, что в этом доме внезапно случилась проблема, то делают вид, что они вообще как бы тут не были никогда. Ну, как бы. А че? И так проживете? Так вот, когда вдруг подобный человек приобретает себе что-то похожее, лично за своего пользования, отставляет его так, как хочется, то есть шанс, что этот человек уже не будет, эти люди, зазирать, допустим, зимой холодильник. Так, чтобы мне потом его отмывать от того, что воняло, и от того, что он вообще сам по себе засранный. Ну, я думаю, что холодильник, возможно, даже благодаря этому перестанет всякие другие запахи потусторонние издавать. Что-то так получилось, что я сюда взяла немного печенья и немного самопального шоколада. И все, и что-то вот меда тут осталось несколько меньше, чем когда я уезжала две недели назад. Варенье мое путешествует уже три недели по машинам, а родственникам никак не вынется и не заберется. Тоже, смотрите, вот, ну, как бы, другие приоритеты, да, вот, когда вы приезжаете из деревни и забираете все вещи, да, и можно и этот взять. Вот большой пакет с каким-то барахлом взяли, даже до квартиры донесли, а этот, ну, как-то вот не случилось. Очень печально, потому что у меня там еще и пара контейнеров нужных, и в них и в одном, и вон-чае в другом еще что-то. Ну, я была на грустном. Я тут вчера с Таней, с соседкой, сгоняла на велике в Ескино к дому ее бывшему. Там, в общем, есть такой дом. Я его когда-то туда с обычным фотиком ходила, может даже, а может даже уже и с первым Кассио ходила. И там был, в общем, дом 1912 года постройки. Вот это как раз ее родовой дом изначально. И рядом с ним, вот, потом уже позже посадили куст Барбариса. Хоть я выдох набрала себе, но в бабушке капать там длинненький Барбарис, подлиннее он как-то другого сорта, более крупный. Вот здесь вот у меня он тут, вот есть. Я вчера вечером убирала, но не весь, я забрала в 9, а где-то даже без 10, 9 я вылюбилась. В смысле легла спать, вылюбилась, наверное, даже без 2 минут 9. Ну и так в 9 я встал, потому что просыпалась, и надо было выспаться, ибо за последние 2 суток я спала от силы 5 часов, а до этого тоже как-то нормально получалось. Ну, суть такая, что утром мне было тетя, на обережном вернулась, а мы с ней пересеклись, ее провожал дед, меня встречал, соответственно, на машине, и она утром затопила печку, оставила мне кое-какие дровишки. Объяснила, что как лучше сделать. И я потом в 5 часов затопила, у меня вот с 9 вечера до 9 утра он лежал, то, что часть я разобрала, и он уже сухой. Всего лишь там какие-то 12 часов, но в доме было 19 градусов, изначально было 16, сейчас, по-моему, 17, да, вот тут, кастрюлька, переноска, термос, бенто, короче, китайская сделанная, ну, в общем, как бы она японская, но сделанная китайцами для Японии, и в Японии купленная, Никитосом присланная. У меня там еда, но есть шанс, что, в общем, как бы я сделала овощей, но не успела их сейчас есть перед уездом, а вчера что-то на завтрак мне не хотелось ничего такого конкретного, что-то перло на бананы, у меня было много, 8 бананов, 2 банана я еще перед автобусом слопала, ну, что есть хотелось, а вот 3 банана еще осталось, я овощи переложила сюда, но невозможно уже остыли, наверное, потому что не знаю, сколько вообще-то бенто держит эту температуру, вот, на как бы термос, еще сумочка от нее, вон там, за бутылкой минералки, ну, вообще-то фильтрованная уже вода, и да, кстати, вот тут вот половинка, половинка яблочко напополам, второе яблоко с моей яблони, первое я сняла, она была крепкая, чуть мне тогда сказала подождать, а потом чуть на следующий не смотрю, оно какое-то, как будто внутри мягкое, его разрезала, внутри все, ничего. Тут я решила не ждать, просто уже думаю, ну, если будет дохлая, то сразу выкинула, разрезала, оно крепенькое, так как я тогда что-то сладкое ела, то оно казалось кисловатым, не знаю, как сейчас, и я его с собой взяла, тут мне еще что-то яблоко оставила, одно, и еще три я с собой привезла, просто вот, два смеханки, одно из сада, и там еще мелких три тоже из сада, чисто, чтобы тут были яблоки, и половинка апельсина у меня еще в холодильнике, потому что осталось от варенья, а я что-то не осилила, и кот, походу, кот, кот мышь не стал есть, тише, ты лишил себя возможности попить козьего молока, придется теперь мышь носовочка выкидывать ежику, кстати, в этом году ежика не видела тут, в общем, такие дела. Привет, зритель, третий день бытия, я тут яблоко поедаю, из нашего сада, а кот мяука, я приволок мышь, не знаю, вот он ее есть, или он мне ее в подарок приволок, мы сейчас с соседкой и собираемся для прилуга за хлебом и за шиповником, вчера был дождь, два раза, мы с ней дошала его за терным, я сварила варенье, в двух кастрюльках, правда, не и доложила сахар, одно переваривало, второе там, сегодня я тоже буду доваривать, сливы мало, терна прилично, нам не дала баночек, потому что мы ее тут оставили одну и ту без крышки, ну, к ней вообще непонятно, какая крышка подходит, ну, и мы с ней попали под дождь, а потом я часов 5, где-то полшестого решила прокатиться немного, я загромыхаю, и снова пошел дождь, и у меня тут все-таки кастрюлька там другая стоит, потому что я такая кастрюлька с Калиной, да, кстати, небывалое дело за долгие-долгие годы, у меня впервые такой урожай Калины, но я набрала целую корзинку, там еще оставалась, а потом вечером илезала, потому что что-то доберу, я немножко сегодня топила печку, но что-то, в общем, закрыла раньше диверцию, и как бы не совсем у меня там прогорело, два полежка, дно, не до конца, пришлось его там, уже когда угольки пошли, его выложила там уже на улицу, полив немножко логичкой. Ну, и вот у меня вон там на полу сейчас кастрюлька, оказывается, тетя забыла растереть на потолке эту клееночку, и в итоге у меня тут через дырочки, через эти вот стыки досок, тут через раз что-то капало. Казахстан засутится без понятия, я даже озвучила фразу, которую давно думала, что люди, которые обещают что-то сделать, но при этом не хотят, и при этом, ну, как бы, обещают что-то сделать, но при этом не делают, и при этом поедают, поедают, во всю пользуются плодами трудопчеловодства, главного пчеловода теперешнего, этой ветки семьи, то надо их как бы лишить этих плодов до того момента, пока они не делают то, что обещали, но оказалось уже лишать практически нечего. В общем, не знаю, когда тут что сделают, и вообще о чем думают люди. Ну, а кот тут жрет мышку. Тише, если ты ее сожжешь, то больше это. Ну, с другой стороны, хорошо, что он пришел. Тише, ты ходишь в туалет, у тебя тут платочек, я тебе водички там ведре оставлю, корм у тебя вроде там в мисочке есть, ну, по крайней мере, ты, может, съел, съешь, тебе будет как бы сыгно. И можно спокойно его дома оставить, а не думать, что опять вчера, позавчера, в первую ночь припирался кот, этот Кеша дурацкий, с ним собачился, прям в дом заходил. Вчера тут ошивался, не знаю, он или Толин, вот они похожи немножко. Нет, потому что можно спокойно свалить и знать, что кот дома. Они, есть шанс, что его гоняют какой-нибудь наглый кот соседский. Такие дела. Пока, зритель.